На прошлой неделе Генеральная прокуратура Украины опубликовала записи разговоров, которые происходят между советником президента Российской Федерации Сергеем Глазьевым и рядом других лиц, например, бывшим депутатом Госдумы Константином Затулиным, самопровозглашенным главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и другими. С ними Глазьев обсуждает акции в Украине в поддержку сепаратизма и аннексии Крыма, например, крымский референдум. Главные указанные фигуранты разговора уже отреагировали на заявление украинской генпрокуратуры. Так, Глазьев назвал это бредом и комментировать отказался. Затулин же признал, что это его голос и что он действительно это говорил, но утверждает, что это все компиляция. Также он рассказал, что действительно находился в Крыму с 26 февраля 2014 года, но что якобы никакого отношения к власти ни в то время ни сейчас не имел. Вместе с Глазьевым и одним из лидеров протеста в Крыму Алексеем Чалым, они организовали общественный фонд «Мы все Беркут». И нужно подчеркнуть, что Беркут это именно те, кто бил людей и стрелял по людям на Майдане, выполняя поручения бывшего и бежавшего президента Януковича. Далее Затулин говорит, что это было, чтобы помочь людям, которые боролись с переворотом и против переворота в Украине. Это при том, что слово «переворот» в данном контексте используют люди, поддерживающие пророссийскую позицию. Также Затулин упомянул о гуманитарной помощи для севастопольской самообороны, которая собиралась со всей России и о которой он якобы и говорил с Глазьевым по телефону. Однако это тоже фактически свидетельствует о поддержке сепаратистских движений в Украине. Российский сайт «Вести.ру» со ссылкой на информационное агентство ТАСС обвинил вооруженные силы Украины в обстреле наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Произошел инцидент 20 августа в Луганской области возле населенного пункта Новоалександровка. Но что там произошло? Наблюдатели миссии с помощью беспилотника исследовали ближайшие подконтрольные Украине территории. Когда вдруг неизвестные открыли огонь возле наблюдателей ОБСЕ, что заставило последних покинуть район. И вот так это описывает сайт «Вести.ру». Во время управления беспилотником, с помощью которого осматривались позиции украинских силовиков 20 августа, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Однако в самой новости ТАСС, на которой ссылается вести, не говорится, что стреляли именно украинские военные. Вот так это звучит у ТАСС. Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на востоке Украины во время управления беспилотником, с помощью которого сотрудники миссии осматривали позиции украинских военных в субботу 20 августа. Как отмечается в ситуационном отчете специальной мониторинговой миссии, в результате инцидента никто не пострадал. При этом само ТАСС ссылается на отчет ОБСЕ за 21 августа, в котором также не говорится, кто открыл огонь. Детальнее вы можете прочитать у нас на сайте stopfact.org. СМИ любят прочить Украине второй Чернобыль. Теперь они вновь говорят о коллапсе сферы, вероятности крупных аварий на украинских АЭС и, возможно, экономической катастрофе. Сами же атомщики, на которых ссылаются российские СМИ, говорят, что ядерной катастрофой пугать никого не надо. В ходе пресс-конференции «Состояние атомной энергетики в Украине. Пути решения проблем», которая послужила источником для новости, экс-директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец заявил, «Никого не пугайте ядерной катастрофой. Семь барьеров безопасности на атомных станциях – это барьеры, которые, на мой взгляд, непробиваемые, если, конечно, их не подорвать атомной бомбой». По словам участников пресс-конференции, если энергоблоки будут остановлены, это повлечет серьезные проблемы для энергетической системы в Украине. Именно на этих комментариях основаны материалы «Рашу Тудейри», «Новости Украины», «РНТВ», «Российская газета» и других СМИ. В материалах изданий есть ряд манипуляций. Так, например, утверждается, что Украина якобы продлевает срок эксплуатации энергоблоков без их ремонта. Но, к примеру, информация на сайте Запорожской АЭС говорит об обратном. Так, в одной из последних новостей о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС сообщается о колоссальных объемах работ по модернизации и замене оборудования, которые выполнила станция. Другая манипуляция, что американская компания Вестингхаус якобы интересуется Украиной как полигоном для своих сборок, а не рынком, из-за чего отказала Киеву в инвестициях. В то же время Радио Свобода сообщает о подписанном Украиной в США контракте на 260 миллионов долларов по сухому хранилиючу отработанного ядерного топлива. А компания Вестингхаус планирует не только расширять сотрудничество с Украиной, но и собирается построить завод по изготовлению тепловыделяющих элементов для атомной энергетики. Также недавно украинский энергоатом подписал договор с британской, немецко-голландской компанией Юренко на поставку обогащенного урана для Вестингхаус. Американская компания, в свою очередь, планирует производить из урана ядерное топливо для украинских АЭС. Российское издание Вести заявило, что в Киеве ожидают коллапса экономики в случае отказа МВФ от кредитования Украины. В новости сообщается, МВФ в очередной раз отложил вопрос о предоставлении кредита Украине. В Киеве заявили, что остальные кредиторы также откажутся от финпомощи, и украинскую экономику в этом случае ожидает коллапс. При этом издание непрямо ссылается на интервью министра финансов Украины Александра Данилюка «Экономической правде». Однако о чем речь шла на самом деле? На самом деле, никто о коллапсе не говорил. По словам министра, Украина рассчитывает на получение транша. И более того, даже в случае отказа МВФ предоставить деньги, ни о каких ужасных последствиях он не заявлял. Он лишь отметил, что придется идти на непопулярные меры и секвестр бюджета, то есть сокращение расходов. Это был выпуск СтопФейк Ньюс. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если вы увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше опровержений читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok